Всем привет! Раз в неделю мы рассказываем о наиболее ярких новостях из мира шоу-бизнеса за прошлую неделю. Как Топалов продолжает топить репутацию Тодоренко, зачем Тимати снял очередной зашкварный клип и какой плагиат обнаружили у Цоя. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем выпуске. Недавно бывший участник лейбла Blackstar Ливан Горозия, которого мы с вами все помним как L1, выпустил новый клип Шторм. Ради хайпа Ливан обрился наголо и отрастил усы, вдохновившись ролью Тома Харди в фильме «Бронсон». Подписчики сначала были в восторге от эпичного возвращения Горозии в рэп-игру, мол, как круто и свежо, но триумф исполнителя длился недолго. Оказалось, он подхватил от Тимати знаменитую звездную болезнь под названием «Плагиат». Название и бит нового трека Ливана оказались подозрительно похожи на композицию малоизвестного артиста Руслана Колпакова из Санкт-Петербурга. Об этом заявил сам пострадавший, сняв короткое видеообращение к подписчикам. Я понял, что это практически копия моего трека с Хайманом. Вы сами увидите в том, что это байт от Ливана. Обвинение в плагиате сильно урезало просмотры и лайки экс-подопечного Тимати, поэтому Ливан отмалчиваться не стал и тут же послал парню грубую ответочку, которая вскоре безвозвратно исчезла с простора в сети. Эй, малыш, что ты из себя жертву строишь? Ты купил эксклюзивные права на бит? Хочешь внимания? Так напиши битмарю и не дури людям голову. На своей официальной странице рэпер никак не прокомментировал обвинения в плагиате. Всех, кто жаждет справедливости и высказывается на эту тему, Ливан посылает в вечный бан. Как говорится, псевдоним новый, а методы старые. Еще одним разочарованием прошлой недели стал экс-солист М-бэнд Анатолий Цой. Бывший папочка Костя Меладзе не научил парня, что брать чужое нехорошо. Артист записал обалденный кавер на нетленку Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». А потом выяснилось, что аранжировка краденая. Скандал разгорелся после триумфального окончания первого сезона шоу «Маска», где Анатолий Цой одержал победу. В одном из выпусков певец в костюме Льва перепел легендарную песню Аллы Борисовны. Затем предприимчивый Толя сгонял с кавером на авторадио. А через день выпустил официальное аудио. И каково же было всеобщее удивление, когда нашелся настоящий автор аранжировки – белорусская певица Полина. От телеканала НТВ девушка получила бессовестное спасибо и не рубля благодарности. Обидно, что кто-то может так делать, да и все, без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. У крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу. На все претензии певицы Полина Анатолий Цой парирует тем, что якобы сам создавал аранжировку специально для шоу «Маска». Раскладывал по нотам, старался и ни на грамм не подглядывал в ее видео. Он также получил разрешение на использование творческого материала, заключив договор с мамой автора данной композиции – Татьяной Георгиевной Печенкиной. Как бы певец не убеждал всех в своей правоте, нам кажется, что даже глухой услышит откровенный плагиат. Но, к счастью, остались каверы, которые Анатолий Цой еще не успел присвоить себе. Голосуйте в вопросе, какая версия песни Аллы Пугачевой вам нравится больше всего. Придворный музыкант современной Руси Тимати начал карьеру с чистого листа и взрывают YouTube. Шутка. Новый фит-рэпера с Лепсом идет по тому же сценарию, что и ролик с Куфом. Дизлайки на клип прилетают в три раза быстрее, чем пальцы вверх. Даже бывшая девушка Алекса, которая приняла участие в съемках, не спасает ситуацию. Саша, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю все эти годы? Придурок. Одни обвиняют Тимура в новом заказе, другие дизят в память об удаленном треке про Москву. Если так пойдет и дальше, то артист может превзойти свой предыдущий рекорд. Клип под названием «С чистого листа» Тимати и Григория Липса вышел в начале прошлой недели, и количество дизлайков уже зашкаливает. Причиной недовольства слушателей является то, что, по их мнению, клип посвящен обнулению президентских сроков. Ролик якобы должен был выйти за день до голосования по поправкам в Конституцию, но из-за переноса был опубликован раньше. Теперь основателю Blackstar и его команде, по слухам, приходится покупать лайки, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб. Но комментарии пользователей показывают реальное отношение публики к творчеству Тимана. Тимати красавчик, каждый раз дно пробивает. Думаешь, хуже уже не зашкварится, но нет. Вот это да! Тимати вычищает самые популярные комментарии. Значит, люди правду в них пишут? Что такое, Тимоха? Не нравится тебе народное признание? Мистер Blackstar дизлайк, ну ты ребенок, получил дизлайки еще с пеленок. До клипа о Москве был Тимур Ильдарович, теперь же он просто Тимур дизлайкович. Ха-ха-ха-ха-ха! В комментариях под прошлыми роликами нас спрашивают, почему мы больше не делаем видео про Додоренко. Отвечаем. Этому событию мы посвятили отдельный ролик, в котором по полочкам разложили все его причины и последствия. Ссылку я оставлю в описании. С момента выхода нашего видео телеведущая успела в тысячный раз извиниться и начать работу над съемками фильма про домашнее насилие. А вот супруг Влад Топалов, похоже, никак не успокоится. Вспыльчивый экс-солист группы СМЭШ продолжает портить репутации Тодоренко своим поведением. Певец Влад Топалов устроил истерику в прямом эфире своего инстаграма. Сначала он рассказал о смерти близкого друга и расплакался на глазах сочувствующей аудитории. Потом музыкант принялся жаловаться на несправедливую травлю Регины. Он отметил, что одно неосторожное высказывание перечеркнуло карьеру жены. Телеведущая лишилась всех регалий и рекламных контрактов. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась. Всего. Званий, проектов, контрактов. В конце эфира Влад Топалов признался, что готов убить каждого из тех, кто желает сгореть в огне ему, его жене и маленькому сыну. Я готов убить каждого из вас. Вы готовы убить меня, мою жену, моего ребенка. Вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне. Было бы здорово, если бы мы все с вами заставили себя, научились быть добрее. Пользователи были возмущены циничными высказываниями Влада Топалова. За 13 минут эфира он наговорил столько, что Регине Тодоренко, скорее всего, придется писать еще один пост с извинениями. Теперь уже в адрес тех, кого оскорбил и обидел супруг. Все-таки правильно говорят – молчание золото. Если вдруг вам надоело распинать Регину Тодоренко или удивляться подвигом новой школы шоу-бизнеса, то вот еще одна тема для размышления на самоизоляции. Что в голове знаменитостей, которые в разгар пандемии шастают по бессмысленным ток-шоу? Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Костюшкин, Анастасия Стоцкая – это лишь малая часть нарушителей карантина. Вчера они призывали всех сидеть дома и носить маски, а сегодня собираются в закрытой студии без каких-либо средств защиты. Уставшие самоизолироваться артисты появились в эфире программы «Звезды сошлись». По приглашению ведущей Леры Кудрявцевой и редакторов канала они пришли в студию, чтобы обсудить финал шоу «Маски» и его закадровые секреты. Среди гостей были замечены продюсер Иосиф Пригожин, его жена Валерия, экс-солист «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, певица Анастасия Стоцкая, музыкант Алексей Глызин, бывшая татушка Лена Катина, виновник торжества Анатолий Цой и многие другие знаменитости. Ни на ком из звезд не было санитарной маски и перчаток. Также никто не придерживался социальной дистанции. Единственные, кто проявил здравомыслие, оказались Филипп Киркоров, Лариса Долина и Гарик Мартиросян. Они вышли на связь со студией по скайпу. Многим теперь интересно узнать, сделали ли участники программы тест на вирус и планируют ли провести следующие 14 дней на самоизоляции. Ведь если они могут быть потенциальными разносчиками вируса, то такие эфиры нам и даром не нужны. Сидя в роскошных особняках, звезды продолжают сокрушаться на тему безденежья. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о королеве шансона Любови Успенской, которая готова записать видеопоздравления всего лишь за 300 тысяч рублей. Ее примеру последовали остальные. Представляем вашему вниманию самых нуждающихся из артистов. Так от резкого падения доходов пострадал Михаил Шуфутинский. За 200 тысяч рублей он вам с радостью напоет на видео 3 сентября или на колочку. Ну а если услуга покажется дорогой, то за роликом для именинника можно обратиться к Настасе Самбурской или Павлу Деревянко. Их видеопоздравление обойдется всего в 15 тысяч рублей. Еще более бюджетный прайс выкатил любитель старушек Прохор Шаляпин. 4 тысячи рублей и воздушный поцелуй от просроченного Ромео у вас в смартфоне. Но самое дешевое видео предложила артистка Анастасия Макеева. За все про все она берет 1800 рублей. Звезда плейбоя нулевых Анфиса Чехова тоже не прочь подзаработать на коронавирусной теме. Телеведущая будет продавать футболки с мемами про пандемию. Одним словом предлагает смеяться вирусу в лицо. Но певице Наталье Штурм удалось переплюнуть всех. 53-летняя исполнительница запустила успешный стартап «Собутыльник по телефону». Она принимает звонки от поклонников, общается с ними на различные темы и освобождает жен, мам, детей от запойных бесед. За 8 часов такой работы певица заработала 350 тысяч рублей. Дорогие друзья, пьяницы, спасибо вам большое, что помогаете в благотворительности. Пейте на здоровье, раз вам больше делать нечего. Королева разводов Лолита Милявская заинтриговала поклонников новым заявлением. Певица намекнула, что ее единственная дочь Ева могла быть удочеренной. Новость стала настоящим откровением для всех пользователей. И хотя мы знаем с вами более шокирующие истории, попробуем разобраться. Лолита начинала свою карьеру в далекие 90-е. Одной из первых ее видеоработ является клип на песню «Баден-Баден». Съемки проходили зимой при температуре воздуха минус 26. Лолита тогда едва не утонула в ледяной воде и получила сильнейшее переохлаждение. С этого начались мои большие классные женские приключения. То есть ты там себе все застал? В общем-то да, вот этот подвиг в кавычках стоил мне возможности деторождения. Неоднозначное заявление Милявской спровоцировало слухи, что единственная дочь Ева ей не родная. Девочка появилась на свет в 1998 году, когда у Лолиты уже были проблемы со здоровьем. Ее воспитанием всю жизнь занималась бабушка, пока мать зарабатывала деньги концертными турами. К тому же звезда никогда не афишировала отца ребенка. При этом остальных мужей и любовников артистка не скрывает, а наоборот коллекционирует. Одна из зрительниц нашего канала пожаловалась на вот эту бегущую строку. Говорит, что она сильно отвлекает и нервирует. Мне не хотелось бы нервировать наших зрителей, поэтому спрошу у вас, нужна ли нам эта бегущая строка. Дело в том, что с каждым роликом становится все больше правильных и неправильных ответов. И всех их вставить в конце мне не удается. Поэтому придумал показывать ваши ответы в течение ролика. Проголосуйте, пожалуйста, в опросе. На данный момент от вас зависит судьба бегущей строки. Яна Рудковская и Евгений Плющенко сходят с ума на самоизоляции. Парочка снимает дурацкие видео и приобщает к этому шестилетнего сына Гном Гномыча. Но по выражению лица мальчика можно понять, что он явно не в восторге от происходящего. Это заметил футболист Андрей Аршавин и публично упрекнул горе родителей в том, что они который год зарабатывают на ребенке. Находясь в домашнем заточении, Рудковская и Плющенко начали снимать пародии на известные фильмы. Начиналось все с безобидных танцев в духе современных тиктокеров. Потом супруги возомнили себя Тарантино и срежиссировали собственную версию фильма «Титаник на карантине». Великолепную актерскую игру родителей вытащил только Гном Гномыч, создающий ветер в кадре с помощью маминого фена. Но Малец явно не планировал съемки в кинокартине бесплатно. Уже сейчас один выход на лед Плющенко-младшего стоит от 100 тысяч рублей, а участие в показе мирового бренда от 32 тысяч рублей. Недовольство Гном Гномыча заметил футболист Андрей Аршавин в разговоре с коллегой Александром Киржаковым. Яна Рудковская сразу отреагировала на упрек и вежливо попросила футболиста не вмешиваться в воспитание ее ребенка. Честно говоря, нам тоже стало немного жаль Гном Гномыча, но уж если кому и давать советы Рудковской по воспитанию, то точно не Андрею Аршавину. Он сам далек от идеала. У спортсмена четверо детей и ни с одним из них он не видится. Более того, бедный футболист постоянно просит уменьшить алименты. Он даже подал в суд на бывшую жену Юлю Барановскую с требованием пересмотреть размер выплат. В прошлом ролике загадкой была Юлия Ковальчук. В этот раз правильных ответов было меньше, чем неправильных. Среди неправильных Юлия Варановская, Екатерина Варнава, Юлия Волкова, либо Юлиана Караулова, Джигурда, Зверев, Зиверт, Ирина Нельсон, Светлана Лобода, Анни Лорак, Леся Нутяшева, певица Максим, Елена Подкаминская, Руни Мара, Аня Седокова, Селин Дион, Тина Тернер, Регина Тодоренко и Кэти Тапурия. Больше всего меня повеселила версия, что это Андрей Панин в парике. Сегодня предлагаем угадать, кто изображен на этом фото. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи! Не забудь-ка поставить нам лайк. И если не подписать, срочно подписаться. Ты хочешь посмотреть интересный контент? Мы будем для тебя всегда стараться.